С вами передача Техноигрушки. Ваш проводник в мире последних достижений науки и техники. Мы рассказываем об открытиях и изобретениях, которые раздвигают границы обыденного и привычного. Устраивайтесь поудобнее, вас ждут высокие технологии в передаче Техноигрушки. Техноигрушки. Смотрите сегодня в нашей передаче. Самолет-амфибия. Стол за четверть миллиона долларов. Современный велосипед из деревянных деталей. Кое-что о ключах. И машина для подводного плавания. Надоело торчать в бесконечных пробках по дороге от дома на побережье до офиса и обратно? Пробку можно преодолеть в транспортном средстве, которое чувствует себя уверенно как в воздухе, так и на воде. Одной из последних новинок на рынке стал Айкон А-5, сверхлегкий самолет со складывающимися крыльями. Своими формами он обязан бывшему пилоту-истребителю Кёрку Хокинсу и банкиру и конструктору Стину Стрэнду. Что касается Айкона, то мы надеемся, что он привлечет к себе интерес. Интерес и внимание людей, которые пока не имеют ничего общего с авиацией. Идея была в том, чтобы сделать самолет с управлением, как у спорткара, несложный и в то же время максимально безопасный. Это самолет-амфибия, то есть он одинаково легко взлетает из суши и с воды. Можно взлететь в аэропорту, а сесть на озере, на дороге или в поле. Иначе говоря, путешествие из города, ну, куда-нибудь за город, превращается в истинное наслаждение. Просто взлетел и приземлился. По части маневренности на воде, Айкон даст фору любому гидроциклу. Мы многое взяли от традиционных амфибий, как, например, обратите внимание на кончики крыльев. Они запнуты. Когда самолет скользит по воде, он наклоняется вправо или влево. И если он слишком сильно наклонился, что бывает редко, и крылом коснулся воды, то крен немедленно выравнивается. Самое удивительное в крыльях — это то, что они действительно убираются. Крылья здесь складные, то есть самолет можно держать в гараже и перевозить по дорогам, словно катер. Берешь самолет в гараже, довозишь до аэропорта, выгружаешь, ставишь крылья и взлетаешь. Конструкторы предусмотрели все до самой последней мелочи. Здесь даже парашют есть. Парашют для всего самолета, но и тут все просто. Дергаешь кольцо, и почти сразу же выстреливается купол. Раскрывается он за пару секунд. Это дополнительная страховка. Если что-то не так, то надо просто потянуть за кольцо, и через пару секунд самолет начинает спуск на парашюте. На Айконе установлен двигатель Rotex 912 ULS в 100 л.с., который может работать даже на автомобильном топливе. Подойдет и авиационное топливо, и простой бензин. Удобно то, что баки можно залить на любой заправке, на пристани и в аэропорту. Айкон развивает скорость 160 км в час и способен пролететь почти 900 км. Управлять Айконом гораздо проще, чем обычным самолетом. И все благодаря кое-каким внесенным изменениям. Мы установили так называемый индикатор угла атаки. Это очень важная переменная, на которую нужно обращать внимание. Но в небольших самолетах этот прибор почему-то не устанавливается. Мы же вывели его на приборную доску, чтобы он был перед глазами. Создатели Айкона решили обойтись без традиционного алюминия и заменили его более легкими и прочными композитами. Обшивка нашего самолета сделана из невероятно прочного и легкого углеродного волокна. Оно применяется в машинах и самолетах новых поколений. Так что Айкон очень прочим и очень легок. Стоит Айкон кругленькую сумму. Тому, кто решит, что летать на работу все-таки удобнее, придется выложить 139 тысяч долларов. Если вы обожаете дорогие машины, но практически все время проводите перед монитором, вас заинтересует рабочий стол Бугатти. Удивительное изобретение англичанина Алана Сойера. Это не рабочий стол, в котором использованы автозапчасти, или который похож на машину. Это стол, который передает суть Бугатти. Дизайн стола навеян образами легендарных гоночных машин Бугатти 20-х годов прошлого века. Один из моих соседей является обладателем Бугатти 35. Мы сделали буквально сотни снимков машины с разных точек. Затем притащили их в мастерскую и стали ломать голову над тем, как именно лучше всего отобразить суть Бугатти в дизайне стола. Все, от крепежных болтов до решетки системного блока, от металлического держателя до кожаной рабочей поверхности, несет отпечаток знаменитого болида Бугатти 35. Разумеется, мы выбрали синий цвет, который ассоциируется с Бугатти. В том автомобиле было много литых деталей. Мы, конечно, обошлись без этого и предпочли современный алюминий. Весь стол создан из высококачественного алюминия, применяемого в авиастроении. Таким же листовым алюминием покрытый корпус встроенного компьютера. В рабочий стол Бугатти встроены механизмы начала прошлого столетия. Высота его регулируется аналогом автомобильной заводной рукоятки. Незабыты и современные технологии. Нажатие кнопки и реечный рулевой механизм выдвигает на поверхность монитор компьютера, а повторное нажатие убирает его обратно. Команда из 20 человек потратила 2000 часов на создание 350 элементов стола Бугатти и еще 1500 на их покраску, полировку и сборку. Только имейте в виду, что стоит такой стол, как настоящий Бугатти 35. Иными словами, приготовьтесь распрощаться с четвертью миллиона долларов. Смотрите далее. Велосипед прошел долгий путь от игрушки богатых бездельников в 60-х годов 19 века. В наши дни велосипеды делаются, как правило, из легкого алюминия, титана и даже углеродного волокна. Но специалисты фирмы Реново из Портланда в США применяют для создания велосипедов совершенно другой материал. Дерево. Идея не лишена здравого смысла. Средства передвижения издавна были деревянными. Повозки, корабли и даже самолеты. Инженер Кен Уиллер всегда мечтал создать велосипедную раму из дерева. Велосипеды изначально были деревянными. Мы возродили эту технологию, ведь дерево имеет ряд неоспоримых преимуществ. Рамы, которые мы делаем, внутри полы, хотя пару сотен лет назад они делались из цельного дерева и были достаточно тяжелыми. Мы делаем велосипедные рамы из двух частей, выбираем из каждой сердцевину и крепим их друг к другу. Деревянные рамы отличаются прочностью даже в сравнении с рамами из металла или углеродного волокна. И они долговечны. Если сравнить прочность рамы из дерева и рамы стальной или алюминиевой и соответствующей ценовой категории, становится ясно, что дерево выдерживает удары лучше этих материалов. Можно предположить, что деревянные рамы со временем вытеснят все остальные, просто потому что дерево превосходит их в части износа стойкости, значительно превосходит. Сердцевина рамы удаляются резаками, которыми управляет электроника. Так образуется полая несущая конструкция, которая затем покрывается полиуретаном. Такое же водонепроницаемое покрытие применяется при постройке яхт. Рама весит менее двух килограммов, в то время как весь велосипед около девяти, так что весят деревянные велосипеды не больше своих металлических собратьев. Амортизирующие свойства натурального природного материала, каковым является дерево, обеспечивает мягкую езду. Рама фирмы Ренова делается из ясеня, клёна или бамбука, то есть пород, недостатка в которых нет. Здесь обязательно нужно учитывать так называемую жесткость. Прогулочный велосипед для городских условий ему жесткость не нужна. А вот спортивным велосипедам, на которых преодолеваются подъемы или едут на скорость, им нужна жесткость. Мы проверяем на жесткость каждый кусок древесины, который идет на создание велосипеда. И сами велосипеды проверяем на максимально допустимую нагрузку и жесткость. В сумме получается контроль качества продукции, которая идет покупателю. Каждая такая рама уникальна. Древесина всегда отличается текстурой и оттенком. Мы свои рамы ничем не травим и не красим, оставляем им естественный цвет. Через несколько лет деревянную раму достаточно отполировать, и велосипед снова будет как новенький. Срок, за который создается велосипед, зависит от многих факторов. Это возраст дерева, тип древесины, сколько ее видов используется, и, конечно, модель велосипеда. В целом, на велосипед уходит от недели до шести недель. Деревянные рамы Ренова стоят от 1600 до 3200 долларов. Ренова мыслит масштабно и надеется своей деятельностью, если не повернуть вспять прогресс и время, то хотя бы изменить наши отношения к самому экологически чистому транспортному средству. В то время, когда почти каждый предмет повседневного пользования становится меньше, тоньше и универсальнее, одно изделие осталось неизменным. Это кольцо для ключей. Ключи становятся все крупнее, а люди на кольцо для ключей навешивают все больше предметов, включая брелоки и даже флешки. И вот молодая компания Кипорт полагает, что нашла решение проблемы оттопыривающихся карманов. Это так называемый слайдер, аналог швейцарского армейского ножа. Ключи выдвигаются и убираются назад, и не надо больше возиться с кольцом, а жить становится лучше, жить становится веселее. Слайдер придумал основатель Кипорт и изобретатель Джош Даунс, когда постоянная возня с ключами стала невыносимой. Я вожу мотоцикл, и раньше мне все время приходилось вынимать ключи из замка зажигания, иначе ветром их било по рулю, и поднимался жуткий грохот. Мне это надоело. Я взял все свои ключи на тот момент и просто отрезал у них головки. Даунс понял, что бородка это единственное, что требуется. Так родилась идея слайдера для нескольких ключей и других аксессуаров, например, той же флешки. Но между замыслом и его воплощением пролегала пропасть. Выяснилось, что в мире свыше 15 тысяч различных видов ключей. Поначалу мы хотели посоветовать всем своим клиентам обратиться к своему слесарю и классифицировать ключи, но поняли, что мало кто согласится на эту возню, поэтому взвалили эту обязанность на себя. Когда эта проблема была решена, работа закипела. Джош порыскал в интернете и раскопал чертежи всех основных видов ключей. Специальные пружины внутри слайдера выдвигают по желобкам необходимый ключ. Как говорится, одним легким движением руки. Мы сконструировали слайдер таким образом, чтобы вынуть из него ключ было проще, чем снять ключ с кольца. Меньше 8 сантиметров в длину и весом всего 60 граммов. Слайдер с шестью ключами весит меньше, чем любое кольцо. Мы используем самые современные материалы, включая нержавеющую сталь и даже поликарбонат. На создание современной и стильной альтернативы традиционному кольцу для ключей ушло шесть долгих лет. Слайдер на шесть ключей стоит 70 долларов, и создатели Keyport надеются, что ключ к успеху уже у них в кармане. Перед вами RIN SPEED SCUBA спортивный автомобиль с необычными характеристиками. Его разработка обошлась в полтора миллиона фунтов стерлингов, им можно управлять дистанционно. Изобретатель Франк Гиндернехт утверждает, что и это еще не все. Ведь SCUBA — это миниатюрная подлодка. Это первый в мире плавающий автомобиль. Мы взяли идею из фильма о Джеймсе Бонде, «Шпион, который любил меня», и притворили ее в жизнь. Двигателем служат литий-ионные аккумуляторы, не загрязняющие атмосферу. В отсутствие водителя автомобилем управляет сложная система лазерных датчиков, разработанная специалистами-электронщиками. А так как Джеймс Бонд должен быть готов действовать в любой стихии, SCUBA предназначена и для подводного плавания. «Наденьте акваланг и вечерний смокинг, и злодеи не скроются даже под водой». Самым трудным оказалось сделать машину водонепроницаемой и устойчивой к давлению. Она в состоянии опускаться на глубину до 10 метров, а электронное оборудование и давление — вещи не очень совместимые. Даже под водой SCUBA слушается руля и сохраняет великолепную маневренность на глубине 10 метров. Необходимо также отметить, что усилиями швейцарских специалистов SCUBA является самым настоящим спортивным автомобилем. SCUBA создана на платформе «Лотуса», но в отличие от него используют электродвигатели. Они расположены в задней части. Один из них для езды на суше, а два других вращают пропеллеры под водой. Они же работают в паре с форсунками для выброса воды. Отсутствие крыши позволяет быстро покинуть салон в случае непредвиденных обстоятельств. Будь кабина закрытой, с этим могли бы возникнуть проблемы. Однако дело не в одних только соображениях безопасности. Всего два кубометра воздуха в закрытом салоне потребовали бы увеличение веса на две тонны для нейтрализации плавучести. Представьте себе ходовые качества такой машины на суше. Водитель и пассажир дышат воздухом из встроенных баллонов, а стоит им покинуть салон, SCUBA автоматически всплывает. Для автомобиля характерны мощные энергосберегающие фары, салон с перламутровыми вставками и тиснением, выполненным в виде рыбьей чешуи, и сверхсовременная приборная доска. Каждая деталь и каждый электронный компонент обработаны антикоррозийным составом. Заботясь об окружающей среде, создатели SCUBA применяют исключительно биоразрушаемые машинные масла. SCUBA обязана своим появлением на свет целой группе настоящих энтузиастов. Мы создали шедевр и по праву гордимся своим достижением. Серийное производство SCUBA пока не налажено, и даже цена пока неизвестна. Создатели только утверждают, что стоить SCUBA будет меньше Роллс-Ройса. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Денис Некрасов. С вами передача Техноигрушки. Ваш проводник в мире последних достижений науки и техники. Мы рассказываем об открытиях и изобретениях, которые раздвигают границы обыденного и привычного. Устраивайтесь поудобнее. Вас ждут высокие технологии в передаче Техноигрушки. Техноигрушки. Смотрите в этом выпуске. Скоростной электровелосипед. Новости акустики. Парашютистом на заметку. Супер-рюмочная и новая игрушка для дайвера. Тем, кто любит кататься, но не саночки возить, необходим электровелосипед. Уже продано свыше 100 миллионов таких велосипедов. И Black Trail от компании PG-Bikes самый быстрый из них. И самый дорогой. Эта идея пришла мне в голову при посещении ярмарки миллионеров в Москве пару лет назад. Как оказалось, богатые люди готовы платить просто сумасшедшие деньги за высокотехнологичные предметы и роскоши. Вот мы и взяли самый обыкновенный велосипед и сделали его самым дорогим и быстрым на свете. На разработку и создание модели Black Trail у команды из 20 инженеров ушло полтора года. мы хотели объединить черты бомбардировщика стелс, то есть настоящие, можно сказать, с элементами ретро или прошлого. Black Trail развивает скорость до 100 километров в час, что делает его самым быстрым на свете. Весит он при этом всего лишь чуть больше 20 килограммов. Он сделан из углеродного волокна и сплавов алюминия, которые применяют в НАСА. Некоторые его части элементы делают UBC, компания партнер Porsche и Формулы 1. Рама для каждого велосипеда производится вручную, а сборка происходит на заводе в Германии. На Black Trail установлены светодиодные фары, сенсорные переключатели на руле, а газ и тормоз как у мотоцикла. Еще при разработке деталей Black Trail используется магний и титан, а аккумулятор закрыт натуральной кожей. Велосипед Black Trail приводится в движение гибридным двигателем, соединенным с литий-ионным аккумулятором на 48 вольт. мощностью в 3,6 киловатт двигатель разгоняет велосипед до 100 километров в час. При скорости всего 40 километров в час аккумуляторов хватает на 200 километров пути. За полчаса аккумулятор заряжается на 80%, а на полную зарядку уходит три часа. при стоимости 80 тысяч долларов и строго ограниченном предложении Black Trail доступен не каждому. Крутить педали намного дешевле. от проигрывателей до MP3 воспроизводящие музыку устройства становятся все компактнее. TuneBug одна из компаний работающих как раз в этом направлении. Это ее специалисты изобрели Vibro устройство превращающее в акустическую систему любую поверхность. Подключение к компьютеру, MP3-плееру и другим устройствам производится посредством самого обычного аудио-штепселя. В комплект входит и USB-шнур для подзарядки. Полной зарядки хватает на пять часов работы. Это устройство превращает в колонки любую поверхность, на которой в данный момент находится. О новой технологии рассказывает ее автор Джон Эдвардс. Новое в этом устройстве это так называемый возбудитель. Вот он внизу. В отличие от обычной акустической системы, Vibro вызывает колебания поверхности, на которой находится. В обычной системе вы слышите звук из самих колонок. С нашим устройством вы превращаете в колонке поверхность того, на чем располагается Vibro. Кашпо, столик, стакан, кофеварка. Даже раковина может стать акустической системой. Чем тоньше поверхность, тем качественнее звук. Преимущество в портативности устройства. Если вы в дороге, суньте его в карман, положите в рюкзак или в сумочку. То же или на пляже, или на природе. Где бы вы ни находились, музыка всегда будет с вами. Самым трудным в работе над проектом оказалось совместить возбудитель с устройством. Возбудители, как правило, применяются в колонках, где размещаются между панелями. Пришлось нам поломать голову. метод использование вибра не ограничивается домом и вообще помещениями. Его предлагают в качестве более безопасной альтернативы наушникам велосипедистов. Скажем, модель Шейк размещается непосредственно на защитном шлеме. Традиционные наушники не пропускают внешние звуки, например, приближающиеся машины. А это устройство позволяет пользователю услышать внешние шумы и, возможно, избежать опасности. Применение технологии Bluetooth позволяет обойтись без проводов. Нужно всего лишь положить исходное устройство с такой же технологией в карман. Так как вибро не передает особо низкие басы, соседи на вас в полицию не пожалуются. Но при максимальной громкости свыше 70 дБ для неплохой вечеринки этого вполне хватит. Смотрите далее. Последнее слово в парашютном спорте. а также оборудованная по последнему слову науки техники рюмочная. Техноигрушки Долгие тысячелетия человек мечтал покорить простор небес. Развитие авиации подарило ему небо, но радость полета можно испытать только в свободном парении без посредства машин. К счастью, парашюты нового поколения дарят человеку радость скольжения в воздухе на большой скорости и невероятно высокой маневренности. Компания New Zealand Aerosports из Окленда производит спортивные парашюты уже на протяжении четверти века. Ее последнее изобретение произвело в парашютном спорте фурор. Эта модель называется Дедал GVX Petra. Создатели называют ее самым совершенным парашютом в истории. Пол Мартин создал Дедала для пилотирования высокоскоростных куполов в парашютном спорте, так называемого свупа. На все у нас ушло порядка двух лет. это модель для свупа, то есть когда парашютисты проносятся над водой. Это совершенно новый проект, и за этой моделью пойдут следующие. В соревнованиях по свупу участникам необходимо пролететь над водой как можно дальше. Действующий чемпион мира преодолел с парашютом Дедал дистанцию 222 метра. Необычную форму новой модели разработали специалисты компании CFD. Все было, что называется, семь раз отмерено на экране компьютера, прежде чем воплощено в реальности. Как с болидами Формулы-1, любое изменение формы оказывает огромное влияние на аэродинамику. Большинство парашютов имеют овальную форму, тогда как у Дедала передняя часть скруглена, а задняя прямая. Эта модель совершенно не похожа на остальные на предыдущие модели. Разработанная с помощью CFD модель имеет в общей сложности 27 отдельных секций и необычную форму. Именно этой форме Дедал обязан управляемостью и способностью преодолевать большие расстояния. Парашютов такой формы до нас еще никто никогда не выпускал. Специалисты утверждают, что этот парашют послушен в управлении как никакой другой. Мы надеемся, что парашютисты оценят все преимущества этой модели. Например, дальность полета и скорость полета у него выше, чем у других. Рекорд скорости с моделью Дедал превысил 130 километров в час. Парашют создан из современных материалов, включая несколько видов обработанного рипстопа нулевой пористости с разными покрытиями. Это ткань с упрочняющей структурой плетения. Это уникальное сочетание материалов делает 11 квадратных метров полотна невероятно износостойкими. Стропы Дедала сделаны из покрытого кевларом параарамида синтетического волокна высокой механической и термической прочности. Параарамидные стропы не растягиваются и при высокой прочности обладают малой массой. В этой модели применяется хвостовое оперение. Оно уменьшает сопротивление ветра и увеличивает скорость. Учитывая постоянно возрастающую популярность парашютного спорта и желающих пощекотать себе и зрителям нервы, Дедал это как раз то, что доктор прописал. Русские и их соседи пьют водку на протяжении уже тысячи лет. За последние десятилетия этот напиток распространился по всему миру. Сейчас на рынке можно найти водку самых разных производителей и на любой вкус. Энтузиаст культурного питья и большой знаток водки Ларри Никола устроил в своем баре в Беверли Хиллз супер современную рюмочную. Люблю я водку. Я, можно сказать, официальный ее посол. В этом специальном помещении собраны 80 лучших сортов водки со всего мира. Меня осенило в трудный период, когда рядом шла стройка и вход в мой бар перегораживали кучей строительного мусора. Мне нужно было что-то особенное. И тогда я придумал этот водочный зал. Вот зал это герметичное охлаждаемое помещение, настоящий храм водки. Там у меня установлена автономная система охлаждения, специально разработанная. Я где-то с месяц все обдумывал, потом нашел спецов по морозильным установкам и понеслось. Ларри Никола уставил полки 80-ю сортами первоклассной водки, отобранными по всему миру. Он лично объездил весь свет в поисках водки для своего уникального заведения. Год назад мы с сыном были в Польше и Финляндии, знакомились там с местной продукцией. Все в водочном зале сделано по науке, чтобы не потерялся ни один нюанс вкусовых ощущений. В общем и целом это просто морозильная камера. Она расположена в центре зала, но опущена почти на полметра, хоть и стоит на подушке из специальной пены. внутри поддерживается температура ниже той, что поддерживается в общем зале. Вот зал отделяет от общего зала стекло с подогревом, что предотвращает появление на нем наледи. Температура внутри минус два и две десятые. Никола утверждает, что для водки это самая подходящая температура. А чтобы посетители не замерзли, им предлагается широкий выбор теплой одежды. Считается, что водка не имеет ни вкуса, ни цвета, но Никола с этим категорически не согласен. У каждого сорта есть свой привкус. Например, пшеницы или кукурузы или ржи. Аромат и привкус может быть самым разным. Есть сорта очень мягкие, можно сказать, женские. Есть здесь водка из Вьетнама, рисовая. Есть виноградная из Франции, хлебная водка из Новой Зеландии и много-много других. Чертежи водочного зала Никола никому не показывает, но готов построить такой же любителем водки в их особняках. Пахать на яхтах. Обращайтесь, я все устрою. Любители морги и вечеринок в морозильной камере лучше как следует призадуматься. Такая суперсовременная рюмочная обойдется в сотню тысяч долларов. водные лыжи и мощные катера уже приелись? Тогда смотрите внимательно. У нас есть, что вам предложить. Чем-то похоже на торпеду? Так это и есть торпеда, только с ручками. Этот изящный скутер разработан для подводного плавания в прибрежных водах и незаменим для дайверов, ныряльщиков с трубкой и просто любителей понырять и порезвиться в воде. Это Сибоб, разработка немецкой компании Каяго из Штутгарта. Мы создали его в сотрудничестве с Порше в 2002 году. Внутри кожуха располагается электроника, так называемый черный ящик, разработанный Порше. Скутер приводится в движение силой реактивной струи воды, которую засасывает в передней части и выбрасывает под высоким давлением сзади. Таким образом, Сибоб движется вперед. Придающий человеку удивительную мобильность, этот электрический скутер набирает скорость до 20 км в час на поверхности и до 12 км в час при погружении на глубину. Задержав дыхание на минуту, на полной скорости можно снова вынырнуть на расстоянии 300 метров от точки погружения. Управлять им несложно. Сибоб прекрасно слушается. приложите немного усилий и он уходит на глубину. Ныряльщик сам выбирает скоростной режим, регулируя силу реактивной струи. На дисплее отображается температура воды, состояние аккумулятора, скорость и глубина. Производитель особенно гордится двигателями, каждый из которых проходит тщательную проверку. Сибоб действует на электричестве, подаваемом от литиевых батарей и достаточном для часа подводного плавания. И никакого загрязнения окружающей среды. Не нужно никакого топлива типа бензина, даже обслуживание не нужно. Полная зарядка занимает полтора часа. Продаются скутеры по ценам, начиная от 18 тысяч долларов. Для особых любителей выпускается даже специальная мощная модель с оборудованием, включающим современный сонар и систему навигации и с увеличенной длительностью автономного плавания. Вот только стоит эта модель уже 78 тысяч долларов. Реальщик сам управляет скутером, используя ноги в качестве руля поворота. Если скутер отпустить, он автоматически выключается. Гоняться за ним под водой, если что, не придется. Сибоп покупают те, кто любит воду, обожает море и отдыхает на море. Даже владельцы судов и яхт, дайверы и обычные отпускники, собирающиеся на море. Это такая универсальная игрушка. Так что, если вам в отпуске скучно и хочется свой отдых как-то оживить, вам просто необходим подводный скутер. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Денис Некрасов. Денис Некрасов.